Утром первому, мы на месте. Тринамяна заработала, вручили рвету, сколы, вылезы. Из-за приняты, уезжаем. Они там взрываются, то ли одна, то ли несколько машин. В Шамкенте два автомобиля полыхали на оживленные дороги. Обошлось без жертв. Из-за пожара на улице у Алиханова образовалась огромная пробка. Огонь сначала охватил автомобиль Opel Zafira. Пламя распространялось стремительно, и через несколько минут огонь перекинулся на рядом стоящую машину Opel Vectra. В результате пожара Opel Zafira полностью сгорел. У Opel Vectra выгорела задняя часть автомобиля. На месте происшествия были задействованы две единицы техники ДЧС и девять единиц личного состава, а также одна техника и три сотрудника Центра медицины катастроф. Оригинальным способом украли скутеры у жителя Шамкента. Подозреваемых задержали. Ночная кража произошла в Альфоровийском районе. Трое в шлемах, не сумев выкатить байк с места парковки, взяли его с разных сторон в руки. Судя по видео, ноша была отнюдь нелегкой. Оставивший свой транспорт возле заведения общепита хозяин, обнаружив пропажу, сообщила произошедшим в полицию. По его словам, скутер обошелся ему в полмиллиона тенге. Полицейские, получив записи с камер видеонаблюдения, приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Подозреваемых удалось задержать в течение двух дней. Ими оказались трое местных жителей 18 и 20 лет. Выяснилось, что чужой скутер они приметили давно. Похищенный мотороллер успели разобрать на запчасти. В настоящее время по факту проводится расследование. Полицейские задержали подозреваемых в краже. Сотрудники Ордобасинского районного отдела полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении кражи. Как выяснилось, двое молодых людей оказались знакомыми потерпевшего. Они воспользовались отсутствием хозяина дома и вечером проникли в дом через окно. Не найдя денег, подозреваемые забрали ценные вещи, попавшие под руку, и скрылись с места происшествия. В Туркестанской области в целях пресечения браконьерства проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Уолдорах». Его цель – выявление профилактикой экологических преступлений и правонарушений, связанных с незаконным отловом, транспортировкой, приобретением или реализацией рыбы и рыбной продукции. Так, в Ордобасинском районе местные жители нарушали правила рыболовства на реке Арысь, в Угенском водохранилище и в Малых каналах. Зарегистрировано два факта применения запрещенных законом рыболовных снастей. Собраны документы по нарушению правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных. Мероприятие «Уолдорах» продлится до 31 мая. Шамкенские спасатели в кругосуточном режиме работают в подтопленных регионах страны. Так, в Уральске они проводят берегоукрепительные работы, укладывают мешкотары с инертными материалами, чтобы защитить дома и людей от большой воды. В Атараусской области спасатели активно приступили к противопаводковым работам. Туда направили 45 человек, 5 единиц техники, 15 мотопомп и 2 лодки. В настоящее время в населенном пункте Алмалы ведутся работы по укреплению плотин. В затопленных регионах работают и спасатели Туркестанской области. В помощи нуждаются не только люди, но и четвероногие собратья. Спасатели снимают с крыш домов собак и кошек. Голодные и уставшие животные почти не сопротивляются, как будто бы зная, спасатели помогут. Солдаты в Шемкенте завершили свою службу. На плацу механизированной бригады оригинального командования ЮГ в Шемкенте застоялось торжественное построение, посвященное проводам солдат из армии. В один день сразу 160 солдат попрощались с армейским коллективом и покинули расположение части. Практически весь личный состав части выстроился на плацу, чтобы сказать отслужившим парням спасибо за достойный пример другим. За год срочной службы солдаты выполнили много учебных стрельб, мажбросков и подъемов по тревоге. С каждым днем они становились не только сильнее духом, но и телом. Кроме закалки, ребята получили возможность поступить в высшие учебные заведения страны без учета ЕНТ. А тем, кто показал лучшие результаты в службе, предоставлена возможность получить высшее образование бесплатно. 38 разыскиваемых преступников задержано за неделю Министерства внутренних дел. Так, возле Шемкента сотрудниками полиции задержан подозреваемый в участии в перестрелке в 2015 году на территории Арысского района Туркестанской области. В результате перестрелки один человек погиб, еще несколько получили огнестрельные ранения. Разыскиваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Субтитры создавал DimaTorzok